А у нас дождик. И серенько, и мокренько. А мы с Филюшей, у нас тут семейный такой, вот видите, мне ботинки желтые, а у него куртка желтая. Филюша, ты рад, что мы гуляем? По-моему, не очень. Привет, Тулечки. Короче, иду из города, наснимала карнавал. У нас сегодня было взятие администрации карнавалом. И наснимала. Ну, а потом я подумала, что, наверное, я карнавальное видео сделаю отдельно. Не буду его добавлять, где я говорю. А у нас еще тут теперь будут проходить вот эти вот шествия карнавальные. Я это все отдельно поснимаю и отдельно сделаю видео. Кому интересно, посмотрят. Кому неинтересно, не будут смотреть. Я там даже ничего не комментировала. Может быть, если что-то подпишу, потом посмотрим. В общем, сходили, посидели, кофе потом попили, погрелись, пообщались. Очень классно прям пообщались. Идет дождик опять. У нас, короче, дождик постоянно. То идет, то не идет. И поэтому, получается, погода не очень. Вот если бы хотя бы дождик не шел. Пусть бы оно было холодно. Но дождика бы не было. Потому что когда дождик, то не очень приятно находиться на улице, конечно же. И с зонтиками неудобно. Посмотрим, как выходные будет. Потому что как раз выходные будут вот эти самые шествия карнавальные. Вот. Посмотрим. В общем, загадывать, конечно, ничего тут смысла нет. Потому что погода сама решает, как что будет. В общем, я иду. Устала немножко. Иду домой. Отдыхать. Вам слышно? Прикольно, да? У меня даже были двери закрыты в комнате. И я слышала, как они поют. Смотрите, уже все на Пасху продают. Яйца, зайца. Уже всего полно. А на этой... Вон зайца. А на этой неделе у нас тут такая вот, в общем, всякая вот продукция, которая, ну, как из Советского Союза, скажем так. Вот этот копченый сыр, вот такой вот, как косичка, но он вот таким вот кусочком. Вот. И много всего другого. Сейчас еще покажу. Но как начинаю снимать, постоянно кто-то появляется. Короче, вот такие вот тут консервированные супы. Этот вареная сгущенка. Это просто сгущенка. Это приправы. Это томатная паста. И там что-то еще я видела. Вон там пироги с творогом и с маком. Вот они. Вот. Ну и тут вот это, напитки всякие. Напитки вон стоят водка 9 евро. Стоило 12. Другая вон 8. Стоило 6 теперь стоит. И вот это сливовика. Стоит 8 евро. Даже вот видите, семечки черные, отборные. Кстати, они здесь дешевле стоят. 1,99. Вот цена на них. Присела к семечкам, а тут гречка. И посмотрите, вес какой. Килограмм. Не 800 грамм. Давно такого не видела. Смотрите, есть пельмени, которые с куриным мясом, с фаршем. Блины с куриным и просто с обычным фаршем. Потом голубцы. Не знаю, тефтельки, котлетки, что это такое, я не знаю. И вот такие вот типа пончики маленькие с наполнением этого, со сливовым вареньем. Вот, представляете, все в немецком магазине. Что-то мне записывать нечего. Езжу по магазину. Ну, как по магазину. По магазину. Приехала здесь вот в соседний городок, потому что тут все как бы рядышком. Много разных магазинов. Вот. И я решила сюда приехать. Не купила опять яйца. Опять яйца только С. Но они такие маленькие. Это я не знаю. Я, если, например, маленькие яйца, приходится на одно больше класть. Не знаю. Ну, неудобно. Я как-то привыкла хотя бы М, чтобы было. Ну, хоть чуть-чуть побольше. А это прям, я не знаю, как перепелиные. Ну, это же ненормально. Что это такое за размеры такие? Возмущалась, короче. Вот. Что-то как-то ничего не делаю. Вчера сходила вот в город. Потом такое состояние было. Знаете, какое-то опустошение. Сначала такой подъем был сильный. А потом у меня прям сильная усталость была. Я вообще не поняла, почему так. Потому что было так классно. Мы время провели. А потом получилось то, что я пришла домой. Все хорошо. А у меня просто нет сил. Вот вообще вот нет сил. Как будто из меня прям все вот вышло как-то. Не знаю. Очень странное было состояние. И усталость была сильная очень. Вот. А сегодня... М муж меня вчера спрашивает. Говорит, а у тебя какие планы на завтра? Я говорю, никаких. Потому что вчера я хотела только одно. Отдыхать. Просто вот лежать и отдыхать. Не вязала. Ничего. Просто сидела и тупила в интернете. Вот. А сегодня вот поехала в магазин. И в голове ничего. Я даже вот без музыки езжу. Я сейчас не выключала. То есть прям у меня она выключена. Это музыка. И вот езжу, наслаждаюсь тишиной и одиночеством. Прям мне хорошо и комфортно. Прям классно. Я предложила подружке, а она отказалась. Я думаю, ну хорошо. Просто так получилось. Ну реально. Я прям думаю, ну и хорошо, что отказалась. Думаю, как раз побуду в тишине. Но правда. Вот иногда оказывается это нужно. Хотя мне с девочками очень хорошо и комфортно. Мне прям вот я... Они мне... Как-то вот они меня заботятся, опекают меня. Мне очень приятно. Вот. А сейчас вот захотелось побыть одной. А у меня есть стич, смотрите. Вот видите? И а уши стича вот тут вот не видно. Еще там подушка под голову. Короче, я фанатка стича. И машина у меня голубая. И я видела в интернете машины прям делают вообще в виде стича. Такие. Я говорю, скоро у меня тоже такое будет. То есть, если загоняться и покупать это все, то, конечно, можно такое и сделать. Вот. Все меня хотят обгонять. Потому что думают, что маленькие машинки быстро не едут. Нет. Он за мной устроился. Я думала, он хочет меня обогнать, а он не хочет. Он тоже хочет потихонечку ехать. Как пенсионеры. В общем, такие дела. Сегодня же пятница. Какие у вас планы на выходные? У меня вот планы у нас карнавал. Пойдем на карнавал. Но надеюсь, что не будет дождя. Единственное, вот как бы пускай будет холодно. Главное, чтобы дождик не поливал. А так прям все равно. И у нас завтра в субботу будет в нашем районе. Прямо недалеко от нас. А потом в воскресенье будет основной в этом, в городе проходить. Основной же как бы вот это шествие. Я хочу это отдельном видео сделать. Но это я уже говорила. Вот. А так вообще ничего нет. Вот даже рассказать нечего. Думаю, зачем я видео записываю? Чтобы ваше время потратить? Никакой пользы. Между прочим, надо что-то покушать, приготовить. Я купила квашеную капусту в русском магазине. Прямо в ведерке. То есть не в банке. Бывает так, не знаете, когда она долго потом стоит в банке. А это прям в ведерке. Там, скорее всего, будет короткий срок хранения. Но я надеюсь, что она будет такая, как именно вот соленая такая. Вот. И купила арбузы опять в маленькой банке. А то они все время большие. А у меня, кроме меня, никто не ест арбузы соленые. Кто ест арбузы соленые? Скажите, много таких людей? Я знаю, что мало. Вот мне просто интересно, кто любит соленые арбузы. Потому что, ну вот, я не знаю, у меня бабушка солила, и мне вкусно. Муж у меня из Астрахани. Он говорит вообще, как это можно есть, что это вообще гадость ужасная. А мне вкусно. Вот видите, как бы, насколько бывают разные вкусы по продуктам. В общем, вот. Расскажите мне, кто любит соленые арбузы? Что вы любите такое необычное? Например, вот редко кто такое любит. Ну, то есть, например, вы не встречали из вашего, например, там, круга общения, да, не так много людей, которые говорят, что да, это вкусно. Вот есть такое что-то вот у вас такое необычное, что вам вкусно? Мне, например, вкусно со сладким чаем, утроброд с колбасой. Вот почему-то нравится. Или там, например, несладкий пирог какой-то там, допустим, с мясом в основном, если вот он. То мне вкусно почему-то со сладким чаем, с лимоном. Вот такое сочетание прям вообще очень люблю. Вот. И вот арбузы люблю. Оказывается, это не все их любят. Я вот так, что я у девочек вот спросила, например, да, еще одна только из всех, вот, кого я спрашивала, только одна. В общем, очень интересно по продуктам, кому что нравится вообще. В принципе, все же вкусно, да, но кому-то одно вкуснее, другому нет. В принципе, все же вкусно, да, но кому-то вкусно, да, но кому-то вкусно. В принципе, все же вкусно, да, но кому-то вкусно, да, но кому-то вкусно. В принципе, все же вкусно. Й магно? Я медленный ветер. купила сегодня капусту в общем и сейчас когда начала ну думаю сделаю винегрет и вы представляете сейчас приготовила все продукты думаю боже мой у меня просто все продукты готовы мне только надо порезать лук потереть свеклу и порезать картошку у меня также картошка вареная вот вареная картошка представляете она очень классная для салата а капусту купила вот в такой банке вот капуста квашеная и как-то она прям выглядит по-домашнему в банках которые они вот в таких вот в стеклянных как-то она по-другому а здесь вот такая но я еще не открыла не попробовала свеклу сейчас потру горошек я уже высыпала и лук и все заправлю растительным маслом еще я кроме соли немножко добавляю сахара мне кажется так вкуснее вот в винегрете если вы так не делали попробуйте мне кажется прям прям буквально там пол чайной ложечки сахара надо но он какой-то дает вот такой вот прям сластинку такую приятную прям хорошую для этого для винегрета все сделала а вы тут молчите не говорите что огурцов то я не положила он пошла притащила огурцы маленькую баночку мед корнишоны что это такое вообще памяти никакой а уже все сделала заправила прям такая смотрю думать что-то мне тут не хватает вот так вот ну все теперь все отлично все вкусно и попробуйте положить сахар я прям настаиваю может быть даже не пол чайной ложечки в зависимости от объема я положила полторы и мне прям очень вкусно я сегодня в русском магазине купила чак-чак я не хочу вам рекламировать эту фирму я хочу вам показать смотрите республика татарстан вот россия вот вы мне скажите пожалуйста как его сюда доставляют если ничего никуда не ездит и не ходит я столько планировала делать в результате получился только винегрет теперь сижу и на планшете тут смотрю всякие штучки вязаные то в пинтерест прям такая затягивает это вообще столько всего интересного столько всяких идей вообще очень классно вот завтра мы собрались идти на карнавал надеюсь что погода нас не подведет и получится там что-нибудь поснимать а так в принципе вот дел никаких толком нет в общем посмотрим как там завтра будет у нас но пока договорились посмотрим как пойдет все вот желаю вам всем хороших выходных впереди выходные надеюсь вы в пятницу тоже время хорошо проходите у меня чудо какой-то странный какая-то пятница получилось вот и желаю вам чтобы у вас все было хорошо и всего самого-самого доброго